Солодка Солодка это также классическое растение Слово классическое я буду часто употреблять Это будет говорить о том, что это растение известно давно Описано в фармакопии разных стран и народностей В разных культурах Известно еще с каких-то древних источников И авиацена, и тибетская медицина, и китайская традиционная медицина У них там солодка в разряде растений У них есть 12 главных растений Которые являются королями По терминологии или императорами Которые входят в такие очень сильно действующие составы Солодка на вкус Сейчас мы о солодке говорим Солодка обладает мочегонными свойствами Она также выделяет слизь и обладает обволакивающим свойством Поэтому вы можете ее пить и как отхаркивающее растение Даже я бы сказала, что ее и рекомендуют как отхаркивающее растение Она слабит, не сильно, но у нее есть слабительный эффект У нее ярко выраженные противовоспалительные свойства И у нее вещество, которое содержится в солодке Очень помогает нашим надпочечникам И тогда, скажем так, это питательные вещества для наших надпочечников И тогда сами надпочечники могут вырабатывать эти противовоспалительные свойства А часто бывает, когда человек находится длительное время в стрессе Эмоционально истощен У него и эти надпочечники-то истощаются Потому что они все время продуцируют гормон стресса И вот если вы знаете о себе, что вы находитесь в таком напряженном состоянии Долго и ничего не предпринимаете Вы можете попить какое-то время солодку Для того, чтобы помочь своим надпочечникам И чтобы они сами вырабатывали эти противовоспалительные свойства Чтобы вам не надо было бы их добирать из других растений Солодка понижает холестерин в крови Помогает чистить сосуды от холестериновых бляшек Она применяется при гастритах, при язвах желудка Солодка регулирует водно-солевой обмен Наверное, вы слышали про такой рецепт Когда пьется сироп солодки И еще один состав Я забыла, как он называется Для того, чтобы можно было выводить токсины из организма Я вспомню И если кому интересно, как чистить лимфу при помощи солодки Вы мне напишите, пожалуйста Я вам пришлю эту информацию Как можно при помощи солодки Регулировать свой водно-солевой обмен И как почистить лимфу Солодку рекомендуют пить при сахарном диабете При разных аллергических дерматитах При экземах И при хронических заболеваниях носоглотки Танзелит, гайморит, синусит У кого все время миндалины воспаляются Горло воспаляется Вот, пожалуйста, солодка для этого и применяется То есть солодку мы с вами рассматриваем И как отхаркивающее растение И как противовирусное растение Потому что солодка содержит сапонины Те действующие вещества О которых мы с вами в самом начале говорили Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok